Дорогие любители футбола, одна восьмая финала Кубка УЕФА и мы приглашаем вас в Белград, где местный партизан через несколько минут начнет свою встречу в первом матче с московскими армейцами. Ну что ж, дорогие друзья, хочется начать с того, что слава богу, все опасения по поводу погоды остались уже позади, все это минуло как дурной сон. Вы видите, что стадион, по крайней мере газон в великолепном состоянии, для вот такой погоды очищен от снега, хороший зеленый плотный цвет нам представлен и команды, которые до последнего момента были в неведении, будет игра или нет, уже на поле. И слава богу, все образовалось, только что вы видели составы команд на ваших экранах. Армейцы не изменили своему победному составу после двухраундового противостояния с Бенфикой. Они в традиционных красно-синих цветах на поле, в черно-белых футболках партизан, и эта расцветка тоже традиционна для одного из старейших югославских клубов, ныне сербских. Ну, быстренько о составах. В воротах Акинфеев у ЦСКА, четвертый Игнашевич, капитан команды, Алексей Березуцкий шестой, седьмой Карвалью, пятнадцатый Чи Диодия, одиннадцатый Вагнер Лав, семнадцатый Красич, восемнадцатый Жирков, двадцать второй Алдонин, двадцать четвертый Василий Березуцкий и двадцать пятый номер Рахимич. Посмотрим сейчас атаку партизана. Мяч уходит за боковую, наши будут вводить его в игру. В воротах у партизана Краль, номер первый Вукчевич, четвертый Миркович, также капитан команды, почему так же, потому что и он под четвертым номером, седьмой Никола Бурнович, восьмой Боя, десятый Чирич, четырнадцатый Джорджевич, пятнадцатый Одита, шестнадцатый Эмегара, двадцать первый Томич и двадцать четвертый Рнич. Две замены появился, точнее нет в составе Чирича, прошу прощения, нет в составе Ильича и нет Надя. И два новых футболиста, вот как раз Никола Бурнович и Чирич. Арбитры сегодняшней встречи Ян Вегереев, голландец и два его земляка на линиях, Адриан Иния и Хан Стенхове, резервный арбитр, также голландец Рейнольд Видемайер. И вот главный арбитр сегодняшней встречи впервые в этом матче достает желтую карточку. Посмотрим сейчас за какое же нарушение, вот за это, по-моему это Красич, да. Семнадцатый номер армейцев буквально на второй минуте матча получает желтую карточку. Осталось назвать тренеров команд. Ну, вы, наверное, и так хорошо знаете, что партизан тренирует Владимир Вермезович, а уж представлять Валерия Газаева, ну, это только так, для проформы. Ваши комментаторы сегодня Григорий Тлаутладзе и Дмитрий Градиленко. Здравствуйте. Ну, как мы сразу видим, хозяева поля взяли мяч под контроль, и, естественно, они хозяева, им нужно как можно быстрее забить мяч. Почему? Потому что все-таки, как все мы знаем, кубок УФА, одна восьмая состоит из двух матчей. Я думаю, что выгодно, армейцы уже имеют выгоду из этого, то, что они первый матч играют на выезде. И, с одной стороны, хоть мы видим зеленый газон, да, но видно, что он очень тяжелый. И вчера, кстати, армейцам даже запретили там тренироваться, потому что поле было просто не готово. И решили и хозяева, то есть работники стадиона и комиссия УФА, что нужно поберечь этот газон. Ну, наверное, это было правильное решение, по крайней мере, сегодня. Ну, не знаю, на 4 с минусом, на 3 с плюсом состояние поля под травой. Я имею в виду, насколько тяжелое поле для игры. Ну, вот густота цвета, что называется, радует. Я к чему это говорю, все-таки на таком поле тяжелее созидать, чем обороняться. Главная задача армейцев сегодня – это не пропустить мяч. Это главное. Несомненно, посмотрим, как у подопечных Валерия Газаева все это получится. По крайней мере, вы знаете, я бы хотел отметить с удовольствием то, как тактически грамотно армейцы действовали в матче против португальской Бенфики. Вот этот двухраундовый поединок, они прошли вот именно, вот еще раз употреблю это слово, грамотно, верно, без, скажем, какого-то такого, знаете, бурного проявления чувств, эмоций. Все было в пределах тренерской установки. Все было именно так, как требовало этого ситуации. Что получится сегодня? Хотелось бы верить, что вот этот настрой, такой, знаете, мудрый футбол, который ЦСКА продемонстрировал в двухматчевом поединке с Бенфикой, им удастся показать не только в сегодняшнем матче, но и в ответной встрече в Краснодаре. Вагнер Лав сейчас имел очень неплохую возможность для завершения атаки, но там было довольно плотное противостояние с защитниками партизана. Разошлись, вы знаете, точки зрения многих специалистов. В последние годы принято за основу, что ли, брать выкладки букмекерских контор в плане определения фаворитов в том или ином матче. Вот видите, Юрий Газаев описан, дали югославские режиссеры титр. Да, есть, есть Юрий, есть Юрий Газаев, но все-таки... Но он тренирует КАМАЗ. Да, он тренирует КАМАЗ, родной брат Валерия Георгиевича. Сербы сейчас пытаются наладить игру на половине поля армейцев. Пока это у них получается, вошли в штрафную. Опасный момент! Да, чудо, просто чудо спасает сейчас ворота армейцев. Это один из темнокожих футболистов, хозяев. Это Одито. Одито, Абер Одито, нигерийский. Два гол-гола он забил, между прочим, в противостоянии партизан Днепру. Да, удивительно просто, как с такого положения можно было промахнуться. Ну и слава богу, это выходящая звезда партизана, не только партизана, да, сборная Сербии, наверное. Симон Вукчевич? Да. Да, первый номер под таким экзотическим номером. Как-то мы вспоминали, что, по-моему, только Ардилес, знаменитый аргентинский чемпион мира, играл под таким номером. И вот вновь Одито оказался ближе всех к воротам, но в данной ситуации, слава богу, потому что мяч от него ушел за линию ворот, и наши ввели мяч в игру. По-внимательнее, по-внимательнее надо действовать армейцам в обороне. Вот этот нигериец очень опасен, да и Вукчевич, мы знаем, человек, обладающий очень хорошей скоростью, очень, таким, я бы сказал, мягким контактом с мячом и умением. Вот сейчас мы видели, правда, в створ в ворот он не попал, но умением бить любой дистанции. Вермезович на ваших экранах, главный тренер белградского партизана. Ну, здесь сложно было, конечно, попасть в створ в ворот Вукчевичу, потому что один из братьев Березуцких перекрыл ему. Не позволил унести удар. По поводу фаворита этого матча, все-таки все считают, что это армейцы. Да, мы считаем, что армейцы, а вот лондонские букмекерские конторы колеблются. Они считают, что весы могут качнуться и в ту, и в другую сторону. Не знаю, насколько представители Родины футбола в этом вопросе правы. В любом случае рассудит игра. Капитан команды Сергей Игнашевич с мячом. После ухода Сергея Симака. Вот капитанская повязка перешла к еще одному Сергею. Бранич не догнал мяч. Валерий Газаев, Вячеслав Чанов. Нельзя было сказать, что трибуны стадиона были заполнены по началу до отказа. Но вот сейчас зрителей все больше и больше. Хотелось бы извиниться, дорогие друзья, за то, что есть у нас некоторые технические погрешности по ходу трансляции. Но это вот такую картинку мы получаем из Белграда. Не по нашей вине это происходит. Скорее всего из-за погодных условий. Ну, действительно шторма какие-то накрыли Европу. Огромное количество снега даже в тех странах, где снег это экзотика. Самая настоящая. Ну вот таковые реальности климатические сегодняшнего дня. Лежит на газоне Пьер Бойя. Это Камерунец. Потребовались носилки. А мы с вами смотрим за ситуацией, когда Лукчевич выходил к воротам. Ну вот здесь, да, видим мы, перекрывал его 24-й номер армейцев. Василий Березуцкий. Партизан ЦСКА 0-0. Пока 0-0. И снова угловой теперь с другого фланга. Сергей Игнашевич на ваших экранах. Это Вагнер Лав пришел помогать своим защитникам. Ненат Джорджевич там рядом с ним был. Не совсем удачно был выполнен. Был выполнен угловой. В положении вне игры сейчас оказался седьмой номер армейцев. Карвальо. И нарушение правил. Да, это непогода помешала хозяевам поля провести запланированные матчи чемпионата. Не знаю, пойдет ли это им на руку или нет. Да, затянулся для них. Взяли они передышку. Ну а с другой стороны, не хочется уже в это время, как говорится, выбивать из ритма. То есть из игрового ритма. Это может их выбить. Но посмотрим пока. Можно сказать, что игра достаточно равная. Но, конечно, был этот опаснейший момент. Поворот Игоря Акинфеева. Это уже армейцы. Армейцы с мячом на левом фланге. Ну, вы знаете, Дмитрий, здесь, наверное, можно говорить, что вот в плане игровой практики обе команды находятся приблизительно в равном положении. Потому что последнюю игру, по-моему, 5 декабря проводил партизан на своем поле. Они играли с сукаричками, выиграли 3-1. Вообще партизан находится на втором месте сейчас в чемпионате. Но вот у нас, к сожалению, срыв картинки. Так вот, партизан находится на втором месте. Уступает своему извечному сопернику по разности забитых и пропущенных мячей. Я имею в виду под извечным соперником Цервену Звезду. Ну, будем надеяться на то, что восстановится картинка. Ну, вот, по крайней мере, мы стали получать звук. Может быть, сейчас увидим, что же происходит. Да, вот первая замена. Первая замена. И на поле появляется Мирослав Радович. Мирослав Радович, 11 номер. Вместо Пьера Бои. Видимо, травма камерунца оказалась действительно серьезной. Правда, режиссеры трансляции сербские нам не показали, в чем же там была причина. Может быть, просто вот на этом тяжелом газоне дернул мышцу или просто неудачно стопу поставил. Вукчевич. Чидиодия. Пытался сблокировать Вукчевича. Это у него получилось. Помешал он нацеленную сделать передачу в штрафную. И мяч этот встретил довольно легко и спокойно Игорь Акинфеев. Красиво. Ну, то, что Югославская школа футбола и ее правоприемники, сербская школа, всегда отличались хорошей техникой, хорошим взаимопониманием игроков с мячом. Мягкой обработкой мяча это, в факт, неприложный, это даже и доказывать никому не надо. Всегда были классные мастера на Балканском полуострове, которые умели наводить шорох у чужих ворот. Сегодня, конечно, партизан это не тот партизан. Здорово сейчас сыграл Алексей Березуевский в подкате. Чисто отобрал мяч. Длинные ноги. Здорово сыграл, действительно. Что на защитник. У всех у них длинные ноги, а у армейцев высокорослая защита. Но, к сожалению, у меня настораживает тот факт, что не очень плотно играют армейцы. Но я не имею в виду вот сейчас эпизод, когда в жесткое единоборство пошел Чигиоди и выиграл борьбу за мяч. А вот до этого были такие настораживающие моменты, когда 10 номер Чирич обрабатывал мяч буквально в 20 метрах от ворот и мог нанести беспрепятственный удар. Но это как раз повтор. Но мы видим все время в кадре, в центре внимания того самого Вукчевича. Первого номера, который хочет полностью соответствовать номеру на футболке, быть первым и в игре. Надо сказать, что пока это у него неплохо получается в составе партизана. Армейцы сейчас отошли на свою половину поля. Не хочу утверждать, что они как бы заведомо отдали инициативу сопернику. Нет, футболисты партизана заставили скорее армейцев это сделать. Но вот в этой ситуации, когда хозяева поля приступают к таким массированным атакам, к попыткам осадить чужую штрафную, быстрый Вагнер Лав, выдвинутый вперед, может использовать свой шанс. Раздается свисток нидерландского арбитра. И о чем он свидетельствует? Ну то, что нарушение правил это естественно. Только в чью пользу оно будет? Ну да, Красячи здесь свалили. Взяли его в плотное кольцо. Здесь мы... Нам не показали прекрасную передачу Алексея Березуцкого. И хорошее открывание Красячи. Конечно, за счет его индивидуальных действий. Вот армейцы заработали... Армейцы заработали угловой... Прочу прощения, штрафной удар. И очень хорошо сейчас на выходе играет Ивица Краль. Высокорослый вратарь. Поначалу действовал не столь уверенно он. Когда вы помните, несогласованные действия с защитниками, с двумя центральными защитниками, чуть было не привели голу Вагнера Лава. Да, была такая ситуация в самом начале встречи. Но вообще Ивица Краль опытный голкипер. Ему уже 32 года. Он не один год в составе партизана играет. Неоднократно привлекался и в состав сборной. Вот здесь Карвали может убежать. Да, забег на эту дистанцию он выигрывает. И прекрасная передача на лдоне. Но справа увидит. Не нужно было отдавать вправо. А наносить этот отличный удар в ближний угол. Великолепно. Здорово, просто здорово. Поздравляем вас, дорогие друзья. Первый точный выстрел. И 1-0. Посмотрите, как классно сейчас сыграл Вагнер Лав, пропуская мяч. Оттащил в буквальном смысле на себя сразу двух защитников. Посмотрите, раз. И уже освободилось пространство для Алдонина. Отвлек внимание. Вот они и армейские фанаты присутствуют в Белграде. Как же без этого? Есть кому прокричать ЦСКА чемпион. Прокричать здравицу московским армейцам. Приятное начало. 17-я минута. Ситуация, которую, ну, если мы с вами не прогнозировали, когда говорили о том, что партизан может пропустить быстрый выпад армейцев. Произошло это, как бы то ни было. Да, надо использовать скоростные качества двух нападающих, бразильских. Давать им хорошие передачи в свободную зону. Свободные зоны. Вот как сейчас, просто, к сожалению, не заметил, кто сделал такую изумительную передачу на Карвале. А Карвалью как классно включил тормоза, как говорят в такой ситуации. Вот в этом забеге по левому флангу, чувствуя, что поле тяжелое, и что может дальше он проскользить, не остановиться. Он усилием воли, наверное, сверх какими-то усилиями остановился. Сделал паузу, заставил защитника пробежать мимо ситуации. И... Вы имеете в виду усилием воли он сделал передачу, да? Потому что бразильцы особо не любят... Сначала остановился. Не любят, да, делать передачи, а любят всегда играть как можно чаще индивидуально. Ну, вы знаете, тот футбол, который демонстрируют армейцы на протяжении последних лет, та, я бы сказал, игровая концепция, которую Валерий Газаев пытается донести до своих игроков и реализовать, она предусматривает как раз командную борьбу на каждом участке. И какой бы ни был технарь-бразилец, он проникается идеей, что надо делать грамотную передачу. И вот это взаимодействие, кстати говоря, сейчас двух бразильцев и россиянина, я имею в виду Карвалью, Вагнера, Лава и Алдонина, и привело к голу. Прочувствовали ситуацию, прочувствовали момент. От первого паса до последнего. До завершающего удара. Вагнер Лав хорошо разворачивается. И вновь действует на пару с Карвалью, но эта передача уже обратная. Сложна была для приема. Сербы переходят в середину поля. Ненад Брнович был с мячом. Это Томич. 16-й номер Эмегара. Двое нигерийцев на поле в составе партизана. Вот Эмегара и Одито. Был еще один легионер Пьер Боя, но он камерунец. Увы, для поклонников партизана покинул поле. Отбиваются армейцы. Я бы не сказал, что делают это с большим напряжением сил. И за боковой будут вводить мяч в игру Хозяева. Потеря мяча. И Красич. Карвалью. Да, в положении вне игры. Нет, это нарушение правил, скорее всего, было. Нет, я не по поводу швистка, а по поводу того, что Вагнер Лав не побежал за этим мячом. Пробрасывал его себе на ход Карвалью, да. Еще раз давайте посмотрим. Да, и все было бы здорово. Если бы не нарушение со стороны четвертого номера. Это Зоран Миркович, капитан команды. Ну что, неужели Игнашевич отважится на удар? Или очередная домашняя заготовка в исполнении армейских футболистов? Сейчас посмотрим, кто у мяча. Карвалью нам пока показывают, но у Игнашевича разбег метров на 10. Дальше. Самое главное, чтобы не получилось, как помните. Точно, Игнашевич, удар! И на добивании! Внимательно здесь сыграли защитники. Первые были в мяча, но это их задача страховать своего вратаря. Но мортира нашего капитана выстрелила здорово. Чиди Одие. Выше выпрыгнул сербский защитник. Рнич. Передачу направо делает. На Мирковича. Тот на седьмого номера. Это Ненат Брнович. И упускают мяч сербы. Это повтор гола, забитого Евгения Молдониным. Красич. Чуть-чуть не разобрались с Красич и Карвалью. И нужно быстро возвращаться уже на свою половину поля армейцам. Рахимич. Смотрите, какая идет борьба за мяч. Вправо решил сыграть сербский игрок. Попытка подать мяч в штрафную приводит к тому, что мяч уходит за боковую. Это Радович, вышедший на замену вместо как раз камерунца Пьера Бои. По-моему, первый раз мы его увидели в кадре. Евгений Алдонин оштрафован. Уронил он томича на газон. Ну, столкнулись. Не было тут никакой преднамеренной грубости. Пока очень четко работает голландский арбитр. Напомню, что в самом начале Красич получил предупреждение. Ну, там действительно была грубая игра. Вообще, конечно, неудивительно, что на таком тяжелом поле футболисты не всегда четко выполняют технические элементы. Молодец! Молодец Игорь Акинфеев! Неприятный был удар такой. Подрезал его сербский игрок в обвод стенки, в нижний угол. Да, по точности все было выполнено здорово. Может быть, силы не хватило. Но Игорь Акинфеев чувствовал, что в этот угол будет нанесен удар. Дал сейчас РНИЧ возможность мячу выкатиться. Юрий Жирков только что промелькнул в кадре. Да, по прошествии 25 минут не часто, пока мы увидим в игре Юрия Жиркова. мы его чаще видим ближе к линии полузащиты, скажем так, к центральной линии поля, где он выполняет вместе с остальными хамбеками роль вот того самого волнореза. Ну, честно говоря, пусть так и продолжается так играть Юрий Жирков. 1-0 ЦСКА ведет. Если так будет продолжаться, все мы будем довольны. А сейчас Красич на газоне. На этот раз арбитр из Голландии не зафиксировал нарушение правил. Ну, вот, вы знаете, сейчас очень опасный момент был. Я в каком смысле говорю опасный момент в том, что арбитр мог здесь это падение принять за симуляцию. А с учетом того, что одна желтая карточка у Красича уже есть, всяко могло быть. Здорово. Сейчас сыграли в отборе три центральных полузащитника армейцев. И это Рахимич отправляет в прорыв неизвестно кого. Хотя напрашивалась передача налево, как раз-таки на Юрия Жиркова, который на этот раз поддерживал атаку по левому флангу. Но не дождался он этой передачи. Вот такими ритмическими песнопениями подбадривают себя и свою команду болельщики партизана. А между тем напомню вам, что счет-то 1-0 впереди армейцы. Евгений Алдонин после прекрасной комбинации забил этот единственный пока гол в ворота Ивицы Краля. Вукчевич попытался быстро разыграть с партнерами этот штрафной, но все были перекрыты. Армейцы успевают очень грамотно, еще раз повторяюсь, действуют футболисты ЦСКА. Не сглазить бы! Выручает Игорь Акинфеев. Бил поворотом 11 номер Радович, вышедший на замену. Здесь хорошо видно на повторе, что произошло такое расслоение между линией защиты и полузащитой. Такая свободная зона образовалась, куда ворвался один из игроков партизана. Не позволили ему нанести удар и снова на правом фланге и вновь Радович. И заевает атака. Все уже. Пытается финтить, пытается обмануть нашего капитана, но Игнашевич не приступен. Лукчевич на аудиту. Сделал возможным аудита. Точнее, удалось аудите все-таки сделать передачу. Может быть, я слишком рано начал хвалить армейцев за действия в обороне. Вот смотрите, какие прорехи появляются. Рахимович запрометчиво кинулся на перехват. А здесь я хотел бы отметить действие Жиркова. Сыграл он до конца. Был первым на мяче и проконтролировал эту ситуацию. И снова хозяева поля в атаке. Чирич завозился который раз на линии штрафной. Вот в этой ситуации с прострелом я бы хотел обратить ваше внимание, что не удалось как следует оттолкнуться от газона Игорю Акинфееву. При нормальном поле, при нормальных условиях он бы этот мяч достал как дважды два. Взвинтили темп сербы. Показывают, что умеют играть в скоростной футбол. Вот этот парень, одиннадцатый номер Радович вышедший на замену на замену очень активен. Как говорится, не было счастья да несчастье помогло. Получил травму Пьер Боя и одиннадцатый номер намного энергичнее проводит время, нежели то время, которое было отпущено Камерунцу на демонстрацию своего мастерства. Одия и от ноги Одиты уходит мяч за пределы поля. Земляки поучаствовали в этом эпизоде. Поймали на бедро одиннадцатого номера армейцев. Да, на повторе хорошо видно, что нарушение правил было. Потому что на этот раз Карвали устанавливает мяч в том месте, где... Вот на этот раз мелькнул в кадре Сергей Игнашевич. Но все-таки с этой позиции удобнее бить. С левой ноги посмотрим. Капитан разбегается тоже. Нет, Карвалью бьет. Неплохой удар. Чуть-чуть буквально двух десятков сантиметров не хватило ему. Нет, ну, может быть, чуть побольше. Не будем откровенны, что Караль контролировал полет мяча. Евгений Алдонин автор гола сейчас нарушал правила. Красич Карвалью. Здорово Карвалью замыслил. Но прочувствовал ситуацию Рнич с нарушением правил до Алексея Березуцкий. Не четко выполнил подкат и очередная желтая карточка в составе гостей. Ян Вегерев арбитр из Нидерландов. Довольно опасный штрафной. Да, учитывая погода и состояние поля, скорее всего, сейчас не знаю, кто кажется номер первый. Лукчевич будет подключивать мяч в сторону ворот. Так и есть. позволили позволили обратить внимание это Рахимич не усмотрел Зарничим да, 24 номер здесь оказался. Позволил все-таки нанести удар Рахимич. Хотя Рахимич славится своими четкими действиями штрафной. Хорошо выбирает позицию, здорово играет головой. На этот раз не усмотрел он за защитником партизана. А вот сейчас Рахимич неплохо принял мяч летевший к нему от голкипера и начинает атаку своих партнеров. В положении вне игры оказался Юрий Жирков. Первое его подключение по его родному флангу. Нам, правда, Корвалью показывают, но, по-моему, это был Жирков. Останавливает мяч 18-й номер армейцев. С разворота наносил удар туда вперед в зону действия Вагнера Лава. Перехватили хозяева мяч и с левого фланга Вукчевич Василий Березуцкий перед ним и Одия. Вдвоем армейцы мяч отобрали. Правда, ненадолго они его проконтролировали. Опасно! Рахимич перед ним Брнович правильно делает Элвер Рахимич. И ваут мяч не выбил и подальше от своих ворот его отправил. Вукчевич вы посмотрите как цепляется за мяч как бульдог. Закончила тяжная была атака в исполнении хозяев поля слава богу она закончилась нужно как говорится взять передышку небольшого а вот вспомнить тот момент когда Одия и Березуцкий на Алексея отобрали мяч у углового флажка здесь мне как показалось нужно было сыграть попроще выбить мяч в аут спокойно разобрать своих игроков как говорится бывает хочешь сделать как лучше получается да не очень хорошо и за боковой Юрий Жирков будет вводить мяч в игру Карвалью Карвалью Жирков подача на Красича отбиваются хозяева Василий Березуцкий я бы здесь честно говоря не согласился с арбитром Василий Березуцкий был первым на мяче может быть они пришли одновременно но очень мощный защитник армейцев просто можно так сказать затоптал игрока хозяев поля Игнашевич выиграл борьбу за верховой мяч и все закончилось тем что мяч покинул пределы поля Радович был сейчас на ваших экранах Игорь Акинфеев да вот посмотрите заснеженный Белград и как зеленый оазис газон стадиона все чаще и чаще хозяева поля атакуют своим правым флангом Лукчевич как зачерпнул мяч сейчас как черпаком Лукчевич молодец Игорь Акинфеев далеко отпускает мяч Красич помогает Армейцам тревожно 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 Лукчевич футболисты остались неприкрытые Минут 7 Минут 7 остается до конца первой 45 минутки армейцы гол забили но вот сейчас хозяева действительно имели несколько очень неплохих возможностей для того чтобы отличиться Алдонин мяча коснулся заберет мяч Игоря Акинфеев и не надо спешить надо отодвинуть игру максимально дальше от своих ворот вот таким образом решил действовать наш голкипер могучим ударом и точно мяч пришел в ноги Вагнеру Лаву естественно такую передачу остановить не сможет даже бразилец вы имеете ввиду так технично было очень сложно а мы видим с вами статистику владения мячом она вполне отвечает тому что мы с вами наблюдаем 60% мяч контролирует вот за это время контролировали хозяева поля и 40% армейцы но как говорят в таких ситуациях главные цифры на табло Красич без нарушения правил очень чисто сыграл Чидиодия арбитр из Нидерландов чуть-чуть помог армейцам Вукчевич нет сзади его лучше не атаковать да но это фол не Василию Березуцкому а заранее там уже до этого был эпизод когда наш 15 номер Ходи придерживал руками Вукчевича ну естественно арбитр ждал давал возможность закончиться эпизоду Харвали на подхвате первой на подборе Хорошая передача Точная передача Красич Ай-яй-яй Менял акцент атаки Красич В правую сторону была эта передача но он накрыл его Защитник Одита Эмегара Одита Вновь Эмегара посмотрел Алексей Березуцкий что никого рядом вот где Вукчевич принимает мяч для того чтобы начинать атаку моторный футболист несомненно ну Вермезович сразу скажем так определил амплуа действия действия этого футболиста не ограничил не ограничивая его перемещение по полю какими-то жесткими рамками он знает на что способен Вукчевич и как принято называть в таких ситуациях определил ему амплуа свободного художника не точный удар томича но нужно дотерпеть до перерыва все-таки действительно опрашивается тайм-аут нужно прийти в раздевалку выслушать я думаю есть что сказать главному тренеру армейцев своим футболистам ну а по поводу перемещения Вукчевича на правый фланг мне кажется он почувствовал что на левом фланге обороны армейцев достаточно лазея куда можно проскочить все-таки справа как мне кажется армейцы действуют понадежнее ну мы уже говорили что очень цепкий футболист Вукчевич но Чидио Диэз знаете вот в этой хватке мало кому уступит из современных защитников но уже в российском чемпионате это точно Одито сыграл на Чирича тот на Вукчевича вот снова мы видим его на правом фланге поплотнее здесь нужно сыграть сейчас Рахимичу красиво нашел этим пасом Радовича Томич и Чидио Диэ Красич оставил мяч Алдонину Алдонина оттерли от мяча без борьбы практически опасно опасно Чирич бил поворотом вот посмотрите метра три наверное свободного пространства у Чирича развернулся здесь уже Алдонин ему не мог помешать плотность была со спины а вот лицом к лицу никто не встречал сербского полузащитника Сразу два наших бразильца оказались в положении вне игры Карвалью и Вагнер Лав последняя минута первого тайма последняя минута основного времени были замены мы помним с вами что Петер Боя получил травму по-моему минуту добавляет да Ян Вегереев минуту всего лишь добавил вот она уже пошла эта компенсированная минута Вагнер Лав цепляется за мяч передача на Карвалью вовремя там Миркович вовремя там капитан команды Миркович оказался четвертый номер выбил мяч за пределы поля Юрий Жирков с Карвалью с ближним футболистом сыграл Эмегара Чирич это Томич был прошу прощения ах не удалось зацепить этот мяч Юрия Жиркову Рахимич жестко останавливает мяч и чуть было не возникла неприятная ситуация все дорогие друзья закончился первый тайм армейцы впереди 1-0 думаю что сейчас Валерий Газаев укажет своим подопечным на ошибки и на необходимость их исправления а мы с вами будем ждать второй 45 минутки пока все ничего 1-0 мы впереди дорогие друзья мы с вами вновь в Белграде на стадионе партизан где одноименный клуб после первых 45 минут к нашей с вами радости уступает со счетом 0-1 московским армейцам на 17 минуте встречи Евгений Алдонин замкнул прекрасным ударом в нижний угол комбинацию в которой поучаствовали два бразильца Карвалью своей точной передачей и Вагнер Лав который отвлек внимание защитников не коснувшись правда мяча но его участие в этой комбинации наверное следует отметить обязательно армейцы не так много владели мячом в первые 45 минут и плюс минуту добавленную арбитром из Нидерландов Яном Вегереевом у партизана было территориальное преимущество но как говорят в таких ситуациях главный результат на табло время от времени хозяева поля массированные атаки устраивали пытались бить издали пытались навешивать в штрафную тогда когда защитники армейцев не могли совладать ситуацией вступал в игру Игорь Акинфеев и несколько раз заслужил великолепные оценки за свою надежную игру и на линии и на выходах прекрасную реакцию продемонстрировал несколько раз были были моменты у хозяев поля для того чтобы не только сравнять счет а вы посмотрите пока насладитесь вот этим забитым голом вот передача Корвалью отвлекает на себя внимание Вагнер Лав и точный удар Евгения Алдонина реакцию Владимира Вермезовича можно понять вот один из очень опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева посмотрите на проход Радовича он вышел на поле вместо Петеробои не самый опасный правда удар нам сейчас показали нарушение правил против Вагнера не совсем точный удар Корвалью хватало хватало опасных ситуаций и у тех и у других ворот побольше их было у наших вот посмотрите на эту ситуацию когда Акинфеев здорово вытащил мяч из угла потом прекрасно сыграл на выходе после подачи углового он может вообще не состояться но вот вы видите более или менее в нормальном состоянии газон по крайней мере если и есть определенная тяжесть по ходу перемещения по газону она не помешала армейцам вот этим точным выстрелом полузащитника Евгения Алдонина выйти вперед еще раз напомню на 17 минуте это произошло в любом случае вы знаете надо сказать слова благодарности в адрес работников местного стадиона которые привели в порядок газон если у нас как правило солдат привлекают для того чтобы матч состоялся чтобы очистить площадку от снега здесь наверное партизаны поработали ну что можно сказать еще по первому тайму что было в составе нашей команды два предупреждения что немного огорчает скажем да сначала Красич на второй минуте и оба раза наши футболисты не четко выполняли подкаты ну наверное все таки Дмитрий это результат вот того тяжелого поля очень быстрые нападающие партизаны это касается и Букчевича и вышедшего на поле Радовича ну и габаритные довольно таки защитники армейцев я имею ввиду того же Алексея Березуцкого который получил вторую желтую карточку не всегда успевали перемещаться не всегда успевали скажем так перекрывать доступ к воротам Радович сейчас благодарит арбитра за то что он сориентировался в этой ситуации и назначил угловой Вукчевич он выполняет почти все стандартные положения Игнашевич там хорошо сыграл наш капитан и Акинфеев забирает мяч в руки в довольно плотном противоборстве с Одитой далеко выбивает мяч наш вратарь на чужую половину поля Алдонин пробросил мяч себе на ход но сербы справились с этой ситуацией Красич против Красича довольно грубо играет Рнич помним мы с вами очень хороший удар Сергея Игнашевича метров наверное сорока по воротам когда он пробивал штрафной с большим трудом Краль справился с мячом Рахимич отмечали мы в первом тайме несколько раз не очень внятные действия Элвера Рахимича в момент приема мяча и вот сейчас мяч отскочил от него на такое расстояние что довольно свободно хозяева поля этим мячом овладели и начали комбинацию которую Радович заканчивал и за боковой партизан вводит мяч в игру Алексей Березуцкий как мы видим команды вышли в тех же составах что и в первом тайме играли только лишь одна была замена и опять же по траббе в самом начале матча с поля шел пьер бой есть одна еще очень серьезная потеря в составе партизана да это конечно отсутствие Саши Ильича дисквалификация не позволила ему выйти на поле очередной угловой и как мне кажется не сделали все-таки поправки по сравнению с первым таймом защитники армейцев неплотно играют они в своей штрафной на подступах к ней как мы видели что вышедший на замену одиннадцатый номер Радович наносил удар беспрепятственно сейчас после подачи углового позволили десятому номеру Чиричу обработать мяч развернуться нанести удар снова угловой теперь на дальнюю штангу Вукчевич подсказал сейчас Игорь Акинфеев что за спиной у партнера никого из соперников нет и мяч покинул пределы поля пятая минута второго тайма уже завершена Эмегара неплохо Игнашевич Алдонин нет зря сигнализировали сейчас сербские футболисты Яну Вегерееву что Алдонин дескать сыграл рукой Радович опять в кадре настырный очень настырный нападающий он пытался убедить в этой ситуации арбитра что мяч от ноги армейца ушел на угловой но рядом находился очень уверенно проведший первую половину встречи арбитр и сейчас не дал себя обмануть да я думаю вот этой игрой Радович скорее всего уже убедил Владимира Вермезовича в том что это игрок основного состава по крайней мере по этой игре можно так рассудить вот посмотрите вот пожалуйста словно в подтверждении ваших слов ну правда передача была на аудиту не очень удачно но как технично действовал Радович аудита сложно было разгадать сейчас что же будет делать аудита не откликнулся на эту передачу Радович безостановочно скандируют кричалки в поддержку своей команды болельщики партизана напомню вам что партизан в прошлом круге в одной шестнадцатой финала выбил из розыгрыша Днепропетровский Днепр а так все для украинских футболистов складывалось после первого матча проведенного на поле соперника удачно когда счет был 2-2 и вот такое неожиданное поражение на стадионе Метеор в Днепропетровске Чирич у мяча с левого фланга он подает вновь апелляция в сторону арбитра Томич высоко выпрыгивал но в этой ситуации Вукчевич нарушал правила вы знаете вот с выходом Радовича немного померкла игра Вукчевича вам не кажется не но то что этот футболист который вышел на замену придал агрессивности в атаке это заметно или подустал немного Вукчевич все-таки он был очень активен первые 45 минут особенно минут 30 наверное тайма Одиа первое включение сейчас было право можно так сказать крайнего даже не знаю как назвать Эчидиоди то ли защитник то ли полузащитник но вот первый раз он в этом матче по-серьезному так перешел на чужую половину поля вот к сожалению видели сейчас на повторе что мяч подскочил и все равно он сделал четкую передачу но здесь излишне активен и азартен был Вагнер Лав Рахимич играет со своим капитаном а Игнашевич делает не совсем точную передачу на Чигиодио из-за боковой армейцы вводят мяч в игру неправильно в результате ввел Чигиодио мяч из-за боковой Чирича Мегара Грустная весьма грустная для поклонников партизана надпись красуется на табло 1-0 Евгений Алдонин очень похожая сейчас была ситуация которую мы наблюдали в первом тайме когда Карвалью в окружении сразу трех а то и четырех защитников тогда я имею ввиду в первом тайме сейчас-то было трое пробрасывал мяч себе на ход а Вагнерлаф оказывался в пассивном положении вне игры но вот сейчас не зафиксировал нарушение правил голландский арбитр как говорится бог любит троицу может быть третий раз пройдет есть такая возможность и прекрасные скоростные качества у того и другого футболиста и технически они оснащены великолепно так что можно здесь пытаться поймать хозяев на встречном движении и выскочить один на один будем надеяться на это а сейчас все внимание на поле это снова хозяева Чирич и у Бурновича отобрали мяч но недолго армейцы им владели на левом фланге Вукчевич да не своей тарелки сегодня Олег Рахимич не так он плотно играет сегодня частенько ошибается в передачах разряжает обстановку сейчас Василий Березуцкий и снова мяч у хозяев это 14 номер был Джорджевич Никола Джорджевич не надо Джорджевич прошу прощения Радович этого футболиста мы уже узнаем не по номеру а по технике бега по тому как он передвигается с мячом левом футболиста Высоко выпрыгнул сейчас Василий Березуцкий Не удается пока армейцам Не то чтобы зацепиться за чужую половину поля Но им мяч придержать Помобильнее выглядят во второй половине встречи футболисты Партизана Ну они, надо сказать, и в первом тайме больше мячом владели Юрий Жирков Я бы сказал, что в этой ситуации скорее споткнулся о его ногу Сербский футболист, нежели наш 18 номер нарушал правила Лукчевич Удар! Чирич Это Томич, извините Не первый раз он прицеливается к воротам Неприятный рикошет тут случился от Алдони на мяч угодил в голову Чиди Оди И очень неплохо лег на ногу сербу Умегара Выбросил мяч на Аудиту Мелкий фолл со стороны армейцев Хозяева быстро разыграли Уже мяч на правом фланге В основном, Радович пытался сквозь нашу оборону проскочить Василий Березуцкий Постраховал своих партнеров Надо здесь караулить, конечно, в центре перехваты И стараться точно в ноги сделать передачу Вагнеру Лаву или Карвалю Оди Интересно, сейчас Финт продемонстрировал наш правый защитник Мяч покинул пределы поля По такой дуге от ноги Чиди Оди Он летел к центру, но по пути На вираже, что называется, зацепил боковую линию Миркович, капитан команды Томич Одито Рнич И вновь на подборе лучших Хозяева Снова Рнич Бурнович И Жирков Богатырским ударом туда, где Двое наших нападающих Под опекой двух сербских защитников Самое интересное, что очень правильно сейчас располагались и Карвали, и Вагнер Лав Атака была по нашему левому флангу обороны И они находились именно в том месте, где возможно, куда возможно, в ту зону Могла Была сделана быть передача, но, к сожалению, не точно она была Чуть-чуть не повезло сейчас Алексею Березуцкому Он и позицию очень хорошо выбрал, и мяч отобрал здорово Вот посмотрите, еще раз Он здесь уже толкаться начинает серб Это Вукчевич Недоволен первый номер партизана Партизан номер один Красич здорово сыграл Выиграл борьбу верховую Вагнер Лав в одно касание Не получилась у него передача Здесь Миркович и Ненад Бурнович очень четко играют Они, как правило, караулят Нашу пару нападающих Молодец, Ажирков вступил в борьбу Поборолся, поборолся, молодцом Красиво! И главное, эффективно было Или положение вне игры зафиксировало Положение вне игры, скорее Даже на таком поле А, нет, толкал двумя руками Может быть, вот это зафиксировал арбитр И снова все атаки хозяев Идут по правому флангу Рнич на Радовича А вот обратная передача Ну, точнее, это уже Из-под ноги Радовича Выбивал мяч Алексей Березуцкий Рнич Рахимич пришел сюда И вновь аут Рнич, Радович Корвалью Вновь Корвалью И опять достается Красичу Нинат Брунович Он нарушал правила Седьмой номер А это вот тот самый снег Который убирали Так активно с зеленого газона И мы видим, что действительно Неплохо справились со своей работой Сотрудники стадиона У Вагнера Лава Положение вне игры Хорошее настроение В неплохом настроении, да Валерий Георгиевич находится Хотелось бы, чтобы Такое же настроение у него осталось И через полчаса Потому что всего лишь полчаса Остается до конца Матча Первого из двух Напомню И то, что Наши забили уже гол в гостях Это очень радует Жирков Еще больше хотелось бы, Дмитрий Чтобы у него такое же хорошее настроение Было после матча в Краснодаре Вот у этого 21 номера Очень хороший удар у Томича Но передержал мяч сейчас Нет, положение вне игры Вагнер Лав по левому флангу Нет, нет, нет По-моему, есть положение вне игры Зафиксировал Было, было Вермезович Сам в недавнем прошлом Игрок белградского партизана Да, вот посмотрите Да, ближе стоял к воротам Наш форвард С небольшим запозданием Звучал свисток Поэтому я так Прокиментировал этот момент По всей видимости По всей видимости Не совсем четко Отработал Лайнсмен Напомню вам Что помогают сегодня Яну Вегерееву Его соотечественники Адриан Иния И Ханс Тенхове И резервный арбитр Рейнольд Видемайер Также из Нидерландов Алексей Березуцкий Сразу надо было Выбивать мяч Сразу А в результате Навес Вукчевич Странно, что не упал Есть за этим футболистом Такой грешок При малейшем сопротивлении В штрафной Имеет привычку Очень красиво падать В центральной зоне Поля Армейцы пытаются Мяч перехватить Вот только сейчас Это им удается Вагнер Лав Его цепляют Должна быть Желтая карточка Сейчас посмотрим Вот за это нарушение Ну несомненно Рнич Да Так оно и есть 24 номер Внимание Рнич Ну капитан Дистанция убойная Для Игнашевича точно Проскользил мяч по траве Не получилось придать ему Такую траекторию полета Хотя вы знаете Мяч по моему Попал в Бурновича Чуть изменил направление И поэтому Именно по такой траектории Полетел Эмегара Не совсем удачно Мяч отскочил От нигерийца Красич Нет Первым будут Сербы у мяча Так оно и есть Немного успокоилась Сейчас игра И этим по моему Воспользовались Армейцы Нарушения Правил не было Голландский Арбитр Разводит руки В стороны А между тем Появляется Грубешич 34 номер Никола Грубешич Нападающий Усиливает Линию Атаки Владимир Вермезович Все естественно Что ему еще остается Делать Но насколько Удастся Выиграть Умением Точнее не умением А числом Вместо кого Грубешич Сейчас появится Увидим Вместо Чирича Ну не очень Заметен был Десятый номер Драгон Чирич Опытный Футболист 31 год Ему Хоть и благодарит Чирича Владимир Вермезович Но как мне Представляется Особо не за что А Грубешич Совсем молодой Парень На 10 лет Моложе Того футболиста Который Только что Покинул Поле Вот какой Скоростной Одита Бурнович Рнич Один из троицы Наказанных Желтыми Карточками Напомню вам Что два Предупреждения Получили Армейцы Красич Покинул Передачу Сделал Василий Березуцкий То ли Подскользнулся Багнерлав Мяч Немного Уходящий Был от него Но вот Посмотрите Мы говорили С вами О том Что игра Немного Успокоилась И этим Армейцы Воспользовались Но это все Благодаря Самим Футболистам Партизана Согласен Но в любом Случае Мы с вами Не видели Чтобы в первом Тайме Защитники В данном Случае Березуцкий Так Свободно Себя чувствовали Впереди Во-первых Стали поплотнее Играть Защитники Часто Стали Использовать Такой прием Как игра На опережение И Вот эту Атаку Сам для себя Создал Василий Березуцкий Сначала Сыграл здорово На опережение Сыграл Через Чиди Одию Да Да Но там был момент Когда Оди Надо было постараться Сохранить мяч И Это ему удалось В чем я не сомневался В такой борьбе Он силен Вукчевич У мяча Будет выполнять Штрафной Рядом с ним Томич Томич уже вышел Из кадра Вновь появился И вновь вышел Опасно Слава Богу Все проскочили Не только наши Но и главное Сербы Но вот с этого ракурса Видно, что мяч Все-таки попал В ногу Радовичу Томич Умегара На Радовича Идет передача И Радович Цепляет Цепляет руками Несомненно Жиркова Посмотрите Сантиметров Каких-то не хватило Радовичу Не хватило Жиркову Для того, чтобы Пробросить мяч Себе на ход Алексей Березуцкий Красич Жирков Алдонин Очень хороший перевод Направо Одья Вновь Алдонин Исправился Рахимич Рахимич Быстрее надо было Делать передачу На Алдонина Пока Элвер Рахимич Соображал Уже Для продолжения Атаки У Алдонина Возможности не было Лукчевич Обманул Одью Но вот сейчас Здорово сыграл Василий Березуцкий И снова Атака по левому флангу Это Дито Пытался Проскочить Мимо защитников Армейского клуба Рнич Молодец Сейчас Рахимич Прошу Сыграл на опережение Ну что Нарушения не было Фиксирует Арбитр Бернович Должен забрать Мяч Чекинфеев Что он и делает Давно у него В работе И слава богу Да И не хотелось бы Но с другой стороны Это Достаточно легкая Была Передача Для того чтобы Завладеть ее Игорь Особо не напрягался Вот Напрашивая Замена В составе Армейского клуба И обратите внимание Вместо Полузащитника Можем так сказать Оборонительного плана Евгения Алдонина Автора Единственного Забитого Мяча В этом матче Выходит Скоростной Ивица Олич Которого все знают В Белграде Да Хорват Выходит Против сербов Никакой Политики Дорогие друзья Только футбол Слышите каким гулом Добрым В кавычках Встречают Болельщики Партизана Ивицу Олича И для Олича Это может стать Хорошим раздражителем Это Грубешич Никола Грубешич Который вышел На замену В составе Хозяев Пока мы его Не видели Честно говоря В деле Если Радович Присматривался Минут 5 После выхода А потом Стал показывать Очень хорошего Качества футбол Вот Грубешич Тоже уже Наверное Минут 5 Как вышел Ох Какой Какой Рикошет Опасный Рикошет Браво Игорь Акинфеев И не могу Здесь Похвалить Защитников Оставили они Без присмотра Вукчевича Вукчевича Свисток Свисток Останавливает Атаку Армейцев 77 Минута Встречи Брунович На аудиту Все правильно Мяч отворот Отворот Да Конечно Еще больше Увеличился Процент Владения Мяча Мячом В пользу Партизана Если в первом Тайме Вы помните Было 60 40 Сейчас 61 39 Да ради бога Хоть 62 38 Ну и еще Меньше Остается До Конца Матча 1-0 Наша Впереди 18 Минута Евгений Алдонин И Радович Неутомимый Радович Снова Рвется По правому Флангу На этот раз Мяч из-за Боковой Линии Будет водить Хозяева Брунович Пас На Вукчевича Вот сейчас Грубешич Грубо Ошибся Грубешич Лав Вагнер Вагнер Точнее Лав И вновь Раздается Свисток Арбитра Грубешич Оказался На газоне Вукчевич Налево На Эмигару Пока нам Аркавян Везет Просто Снова Практически Без Сопротивления Наносили Хозяева Поле Удар Поворотом Отбивает Мяч Игнашевич И посмотрите Делает Это По центру Успел Успел Все-таки Выпрыгнуть Навстречу Мячу По-моему Это был Алексей Березуцкий Корвалью На ближней Штанге Упустил Мяч Очередной Угловой В исполнении Партизана Болельщики Подбадрили Свою команду Мяч Ну вот Что же Это за Вынос Мяча Через Центральную Зону Да Не знаю Какой По счету Удар Нанесли Хозяева Слава Богу Пока Партизанская Артиллерия По крайней мере Во втором Тайме Да Бьет мимо Бьет мимо Да Хотя В первом Тайме Очень были Опасные Удары Поворотом Томич Хорошая передача На Грубешича Грубешича Вукчевич налево На Эмегару Подключают Почаще стали Подключать Эмегару Футболисты Партизана К атакующим действиям Вукчевич Видите Как держит Мяч А Фенальти Сто процентов Заработал Его Вукчевич Мы предупреждали О том Что падать Он умеет Посмотрите А Рука Вот в чем дело Кроме падения Рукой И сыграл Чиди Оди Да С этим надо Смириться И признать Что арбитр Прав Томич У мяча 21 номер Да И показывает Арбитр Была игра Рукой Чуть сетку Не порвал Томич Да Ударил Мощно Верхом По центру Ворот Игорь Акинфеев К сожалению Ждал Раньше Раньше Начал Начал Двигаться Вот посмотрите Игорь Акинфеев Уже Стал падать На силу Пробил Томич Приблизительно Так же Исполняет И Сергей Игнашевич 11-ти метровые Штрафные Удары Не хочу Сказать Дмитрий Не хочу Сказать Что Гол Назревал Но в Гораздо Более Опасных Ситуациях Мяч Летел Мимо Ворот А здесь Что называется Вот такая Досадная Ошибка Досадное Падение Чиди-Оди Мяч Попал В руку Карвальо Оди Ай-яй-яй Продолжается Опасный момент Но Ивица Краль Выше всех Двухметровый Гигант Партизана Вы знаете Григорий Мне Показалось Что назревала Замена Еще одна В составе Армейцев Красич До Этого Эпизода Когда Я бы Не стал Его тоже Я бы Тоже Его Честно говоря Здесь В этом Эпизоде Когда Произошел Кинальти Немножко Обвинил Он получил Болезненный Удар Столкновение И немножко Прихрамывал И вот В этом Эпизоде Сначала Он проиграл Борьбу Губчевичу И потом После этого Вступал Чиди-Оди Сергей Игнашевич Рисковал Жирков Пытаются Прессинговать Сербы На нашей Половине Поля Олич Естественно Неодобрительным Гулом Встретили Певицы Олича Болельщики Ой-яй-яй Как только Опасное падение Как только Получает он Мяч Сразу Болельщики Начинают Недовольно Гудеть Ремегара С мячом Поплотнее Надо играть Правильно Делает Рахимич И за боковой И вновь Хорошо Действует Армейский Футболист На этот раз Это был Василий Березуцкий Меньше Пяти минут Остается До Конца Основного Времени Матча А Букчевич Как Привязанный Мяч У него К ноге Даже Не привязанный Я не знаю Прикованный Цепями От ворот Будет вводить Мяч в игру Игорь Акинфеев У Дита Алексей Березуцкий Перед ним Приходит Журков На помощь Радович Брунович Вновь Радович Обыгрывает Журкова Второй раз Не удалось Забросил мяч В штрафную Но там Игнашевич 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 Омегара Слева Пас На Лукчевич Снова Он Долго Не может Расстаться С мячом Омегара Здесь Нужно Поаккуратнее Действовать Ни в коем случае Нельзя нарушать Правила В своей Близи Вблизи Своей Штрафной Томич Пас Налево Это Вукчевич Прошу прощения Одия Перед ним Пришел Василий Березуцкий Довольно Резко Вступил В контакт Не кстати нам Болельщиков Вдруг стали Показывать Да Много сил Отдал Вукчевич Вот посмотрите Момент Еще раз Нарушение Правил И пробитие Пенальти Томич Как говорится Преступление И наказание И наказание Да Бурнович Мяч угодил В грудь Рахимичу Да Никак не дают шанс Показать Свою спринтерскую Скорость Вицу Олечу Не могут Сделать ему Передачу Партнеру Свободную Зону И уже Снова Хозяева На поступок Штрафной Игорь Акинфеева Уодит Украинский Украинский Полузащитник Богдан Шершун Меняет Бразильца И все Все это Близкое Близкое Нашему Сердцу ЦСКА В том числе И серп Красич Который Как хорошо Известно Как играть Против Партизана Жирков Вел мяч В игру Алексей Березуцкий Оказался На месте Центрального Нападающего Но нужно Уже Поскорее Возвращаться Назад А то Его зона Пустует Вот как раз Место Алексея Березуцкого Барнович Подача В штрафную Великолепна Вы знаете У меня было Такое впечатление Что он пытался Забросить За спину Акинфееву Мяч Но это Только Предположение Читанные секунды Остаются До конца Матча До конца Основного Время Сколько уж там Добавит Голландский Арбитр Ян Вегере В три минуты Миркович Подтолкнул Его Ивицеолич Не знаю Насколько Могут быть Довольны Подобным Исходом Встречи Если матч Так и Закончится Болельщики Партизана Я думаю Что мы С вами Особо Переживать Не будем Если матч С результатом 1-1 Завершится Но у наших Еще есть возможность Для атаки Красич Далековато Отпустил Мяч От себя И снова Хозяева Пытаются Организовать Атаку Это Богдан Шершун Брунович Вукчевич Эмегара Брунович Поднимает Руку А мяч Идет На Томича Чувствуют Хозяева Что шансов Особо У них Нет Если Они будут Адресовывать Мяч Вверх Вверх В штрафную Потому что Высокорослые Армейские Защитники Практически Не допускали Ошибок При борьбе Вверху Непонятно Что сейчас Хотел сделать Элвер Рахимич Скорее всего Передачу На Карвалью А в результате Отправил мяч За боковую Я крикнул Игорь Акинфеев Забрал мяч В руки Одито На ваших Экранах Был Игра Вверху Это не стихия Ивицеолича Но и низовые Мячи ему Не дают Принимать Последние попытки Сербских футболистов Вырвать победу В этом матче Но как бы не так Здесь Алексей Березуцкий Без нарушения правил Действовал наш защитник Вы видите В углу Ваших экранах Экранов 15 уже меньше Секунд Остается До конца Матча уже Ничего не остается 1-1 Хороший результат Перед Ответным матчем В Краснодаре Редактор субтитров А.Семкин